Мы находимся в одной из рабочих станций монтажных программы Вести Хакасия. Сейчас как раз готовим к эфиру материал о дне рождения нашей телекомпании. В принципе, ничего особенного. Это видеоредактор, с которым знаком практически каждый, кто работает с видео. Но почему мы говорим об этом? Потому что именно так мы сегодня материал к эфиру готовим в последний раз. Но об этом чуть попозже. Покажи телевизионщикам середины прошлого века, что вот так можно сделать сюжет для новостей, посчитали бы выдумкой фантастов. В 50-х телевидение было чем-то запредельным. В Абакане оно началось с любительской 60-метровой телебышки. Она находилась на Аскизском тракте. Абакан совсем маленький город. Благодаря энтузиастам в условиях жесткой плановой советской системы ему удалось не отстать от крупных сибирских центров и тоже открыть свою телестудию. Хотелось бы сказать доброе слово о тех, кто закладывал фундамент телевидения. Легендарные люди, фронтовики. Телевидение – это в первую очередь люди. Одна из главных черт этих людей – умение делиться своими радостями. А поводов для них на заре телеэпохи было великое множество. Василий Николаевич Федосов сегодня пришел к нам в гости поздравить с днем рождения. Он наш первый телезритель. В 59-м привез в Хакасию первый телевизор КВН. Ко мне там собрались, когда я взял телевизор, ни у кого же не было. Целая избушка. Некуда было. Сам киномеханик, кино же в клубе показывал. И то пришел смотреть. Телевизор в те времена был огромной роскошью. Имелся далеко не в каждой семье и был самой сложной техникой в доме. Чего стоят одни названия? Вот этот, к примеру, 60-е годы – телекомбайн «Беларусь». Здесь тебе, собственно, телевизор, проигрыватель для пластинок и, конечно, радиоприемник. Но это уже более современная модель, а в фондах Минусинского музея хранится более старый экспонат. Это телевизор «Енисей-2» 50-е годы. Чисто теоретически, именно эта машина могла принять первый сигнал абаканской телестудии. 8 февраля 59-го года в эфир вышел первый фильм. Это была кинолента Станислава Ростоцкого «Дело было в Пенькове». Такая сага о комсомольской любви. Это было чудо. А дальше пошла настоящая телевизионная жизнь. Появилась возможность снимать свои фильмы. Наш телецентр разбогател благодаря томским коллегам. Им институт радиотехники регулярно поставлял оборудование. Нам они отдавали, что освободилось. Всем известно, что работа на телевидении тяжелая. Полвека назад она была тяжелой в прямом смысле. Внушительные камеры, пульты, даже не кассеты, а целые катушки от снятой пленки. Но чего не сделаешь для любимого зрителя. Тогда была очень модная варшавская мелодия. И по заявкам телезрителей нужно было постоянно ее показывать. Нужно было выкатывать рояль, пианино, вытаскивать все это на руках. Один телеоператор даже из-за этого перешел в выездные кинооператоры. Надоело таскать ему пианино. Сегодня гостелерадиокомпания «Хакасия» – самая крупная СМИ в республике. Ежегодно мы выдаем порядка 800 часов чистого эфира. Это новости, авторские проекты и вещания на хакасском языке. То, что видит зритель на экране – это только вершина огромной проделанной работы. И именно сейчас начинается новая эпоха. Наша телекомпания переходит на новый формат. Это последнее слово в мировой телевизионной технике. Для зрителя, значит, четкая, красивая картинка. И концептуально совсем другой эфир. Я надеюсь, что это будет интересно. В первую очередь, конечно, профессионально. У нас все готовы к этому. Сейчас есть, конечно, и такая возможность, как включение прямого эфира. То есть журналист с любой точки нашей республики, мы можем завести его прямо во время прямого эфира и общаться со студией. Дай бог нам, чтобы мы перешли хорошо, удачно. Хороших зрителей хочется мне, хорошей картинки, чтобы нас смотрели, любили. Сегодня весь коллектив нашей телекомпании сосредоточен на подготовке перехода на новый формат. Ежедневные тренировки мы делаем все, чтобы в назначенный срок выдать совсем другой обновленный продукт. Первое включение в Вести Хакасе отметят спецвыпуском. Такого в республике еще не было. До перехода в новый формат остались буквально считанные дни. Когда именно будет нажата заветная красная кнопка, пока это сюрприз. За 57 лет работы в Вести прошли несколько ярких, интересных этапов. И это будет новая веха в развитии хакасского телевидения. Но главным всегда было и остается одно. Мы работаем для вас. Вести Хакасия всегда с вами. Елена Крылова, Дмитрий Парахин. Вести Хакасия. Субтитры создавал DimaTorzok